Рассказать маме о том, чем ты занимаешься. Не знаю. Я ушел в отпуск, вернулся уже практически в команду тенца. Сегодня мессенджер. Это уже не только мессенджер. Неведомая рука. Прости, раньше мы мыслили там исключительно облаками. Сегодня мессенджер — это такой кухонный комбайн, ровдеформация. Периодически меня подписывают как персик. Мы умеем делать хорошо. Разговоры короткие, я чувствую. Как настроение? Надо найти пульт. Тишина. Были интересные лекции сегодня уже? Хоть для тебя. Давайте знакомиться. Меня зовут Маккарт Евгений. Я являюсь архитектором в команде Тимза. Несмотря на то, что я пришел в ВК относительно недавно, там около года назад, сама наша команда занимается мессенджингом, коммуникациями уже больше десяти лет. Мы обслуживаем миллионы пользователей. Мы набили множество как продуктовых, так и технологических ошибок. В общем, сегодня постараюсь об этом немножко рассказать. Что такое Тимз? Во-первых, поднимите руки, кто вообще слышал о Тимзе? Есть. А кто пользовался? От вас жду самых интересных вопросов. Тимз сегодня это целая платформа для коммуникации, через которую можно не просто отправить сообщение, но письмо, создать встречу, провести конференцию и так далее и тому подобное. Мы устанавливаемся, работаем как в облаке, так и установимся в крупных заказчиках, в интерпрайзе и, соответственно, в периметре заказчиков. Наверное, прежде всего начну с цифр. Если там проблака не так интересна, то в OnPremia мы должны устанавливаться как в небольших компаниях, которые на нескольких сотен человек, до, наверное, самых крупных игроков рынка. И если сегодня посмотреть на наши самые загруженные контура, то в OnPremia которые, то они, наверное, не показывают какие-то фантастические цифры. Но с одной стороны, когда к нам приходят разработчики и спрашивают в команду мессенджера, то кажется, что такое мессенджер на сегодня. Ну, там, просто отправил какое-то сообщение. Но по факту, если мы рассматриваем, то в мессенджере порядка, там, наверное, сотни функциональностей разных, которые для нас как бы не очевидны. Там папки, закрепы, архивы, какие-нибудь черновики, там, кто печатает, кто что просмотрел и так далее и тому подобное. Довольно такой действительно сложный комбайн. А еще поверх этого у нас тоже суперапы есть, где еще больше всего. И когда мы смотрим на коммуникации, с одной стороны, мы понимаем, что внутри заказчиков наших вряд ли их численность будет там в разы резко расти или там на порядок. А вот плотность коммуникации, сколько человек, как сколько человек, тысяч человек отправит сообщений, она может сильно разниться. Мы понимаем, что где-нибудь ВК в IT-компании, она куда больше, чем там какой-то бывающей, перерабатывающей компании. Поэтому здесь мы можем предполагать, что будет какой-то рост, и он постоянно происходит. Несмотря на то, что, казалось бы, количество людей не увеличивается. Ну, давайте вернемся к основам и начнем с того вообще, как у нас сегодня работает мессенджер, что у нас есть под капотом. Буквально два месяца назад Саша, один из ведущих нашего трека, написал мне с предложением принять участие в этой конференции, что, как мы можем спроектировать эту систему. Ну, наверное, понятно, у нас там есть какой-то UI, фронт-энд, у нас есть какие-то сервисы, которые могут там, например, горизонтально масштабироваться, и есть какая-нибудь база, ну, или там субэдэк, где это все хранится, в которой есть шардинг. Вообще шардинг довольно такая, кроегольный камень для нашей системы, это, например, ДНК. Кто знает, что такое шардинг, поднимите руки, чтобы понимать. О, неплохо, ну, половина зала точно. Для тех, кто не знает, и для наших зрителей, например, если у вас есть задача организовать сбор самых необычных или целых слов по стране, вот вы там решили спроектировать такую систему, наняли там просто операторов, которые принимают звонки, и, соответственно, понятно, операторы принимают, им надо где-то какую-то книжечку записывать, и, соответственно, если это слово не использовано, то они должны, раньше никто не приносил, то они должны, соответственно, дать какой-нибудь там значок тому человеку, который позвонил. Казалось бы, в данной системе сколько угодно операторов можно найти, проблем нету, а вот как организовать запись и так, чтобы можно было масштабировать этого человека, который в регистраторе один сидит и в этой книжечке смотрит, тут уже возникают вопросы. Но самый, наверное, простой вариант, как мы можем предположить, с которым мы сталкиваемся каждый день, это как раз-таки вместо одного человека посадить там множество людей, каждому дать свою букву, например, алфавита, и таким образом оператор будет знать, когда к нему приступает какое-то слово, будет знать, к какому человеку из регистратуры убежать нужной буквой. Таким образом можем масштабировать нашу условную базу данных, или, в данном случае, регистратуру. По сути, это и есть шардинг, когда мы разделяем какую-то одну сущность на множество более мелких. В том случае, вот ключ шардирования у нас какое-то слово. Но что… и да, если в этой ситуации, если я пишу ответ Саше, то, соответственно, у нас как-то через тот же набор сервисов проходит моя сообщение и попадает, по сути дела, в ту же самую базу, там уже где и был наш с ним чатик. Но что, если мы спроектируем немножко иначе все? Что, если мы посадим человека из регистратуры и человека из регистратуры за один стол? Таким образом у нас формуются своего рода ячейки, когда экземпляр сервиса и экземпляр база данных живут вместе, и они как бы масштабируются всегда вместе, они не раздельны. Таким образом нам нужно человеку раздать какую-то книжку, справочник, чтобы он знал, к какому номеру звонить. Не просто на один номер, а зная свое слово, он сам знает, куда звонить. Так, подобным образом и у нас организована система. Изначально, когда мы ее проектировали, мы думали, что такие ячейки, будет вот одна ячейка с чатом, например, каким-то набором чатов на весь сервер. Максимально большой сделаем, весь сервер забьем, хорошо будет жить. Но оказалось, что поддерживать и жить большими ячейками тяжело. Стали уменьшать, стали делать много маленьких и получили интересный эффект, что нам, по сути, не нужен решардинг. Стало меньше сценарий, где он нам стал необходим. То есть, если у нас появляется какой-то канал, который живет там в ячейке, и в нем, например, зашло 200 тысяч человек, он уже начинает достаточно быть горячим, сервер начинает там перебиваться, нам достаточно эту ячейку взять и перенести на другой сервер. Нам не нужен, по сути, никакой решардинг. Чем-то похоже на вишард в Тарантуле. Прежде чем постараюсь ответить, что нам это дало и зачем вообще вот такой подход, я оставлю это вам подумать. А сам для начала погружусь вглубь и расскажу, как это работает, что мы сделали, чтобы обеспечить такую систему. Итак, ну, началось все 10 лет назад, и плох тот мессенджер в те годы, который сделал свою базу данных, ну или хотя бы хранилище. Мы не хуже. Так появляется куст, который позволяет нам и сегодня хранить терабайты данных и хранить их надежно. Он чем-то похож на ROXDB. Единственное, что он оптимизирован под чтение. А также, ну, в те годы SSD столь дорого, поэтому также оптимизирован для работы с HDD дисками. У нее есть ряд интересных особенностей. Уже в то время, например, там тот же дамп логов происходил как бы потоково, а не по комнатной расписанию и так далее. Но на самом деле делать свою базу — это довольно дорогое удовольствие. Мы, так сказать, не понаслышке это знаем. И сегодня мы уже там большинство сервисов перевели на Tarantul. Сервис, ну, базу данных наших друзей, которые прям буквально за соседними столами от нас сидят. И, в общем-то, получили лучшую управляемость, надежность. В принципе, не пострадало. Также на высоте. Ну и прирост по скорости тоже весьма-весьма положительный. А главное — управляемость, что для нас сейчас крайне важно в он-премии. Когда ты работаешь в SAS, ты сам управляешь своим контуром, ты можешь изобрести там любого диковинного зверя, тебе им управлять. В он-премии ты должен делиться этой информацией своими остальными. Своей базой делиться тяжело. Хорошо, база у нас есть. Храним, умеем, классно. Что дальше? Нужно как-то обеспечить коммуникацию сервисов. Опять же, 10 лет назад нужен какой-то эффективный протокол. По сути, мы берем iProto. Это тот протокол, который, насколько я знаю, зарожден где-то в дебрях Mail.ru. Опять же, вы можете сегодня его видеть в Тарантуле. Мы берем за основу. Он очень похож чем-то на gRPC. Может, так к нему относиться. Добавляя сверху на него контроллер KTLR, который позволяет нам как раз-таки ту самую книгу справочную обеспечить работу, вот Discovery, который аналогия с операторским центром. Контроллер по факту хранит разряженную мапу и карту шардирования разряженную. Его задача, во-первых, мониторить, что все ячейки, все сервисы живы, все хорошо. А второе — управлять темой, менять топологию, как-то разделять, переносить куда-то. При этом трафик через него не идет. То есть если случится вдруг такая ситуация, что, например, мы запустили решардинг, и все равно какую-то чайку начали делить, в это время контроллер помирает по каким-то причинам, ничего страшного. Процесс, во-первых, завершится без него. Во-вторых, все сервисы, которые придут в старый за данными, старый сервис скажет, у меня больше этих данных нет, иди вот в другой. Он знает, куда отправить, он перенаправит. То есть система в этом плане тоже весьма надежно работает. Хорошо. Это есть. Чего не хватает? Отказоустойчивость. Таким образом, у нас наши вот эти диады из сервиса и базы данных, они живут всегда в паре, ходят с какой-то, с репликой, которая, в общем-то, всегда в активном состоянии находится и всегда готовы на себя взять нагрузку. Если, например, вот как в том случае, когда нам нужно было перенести горячую ячейку с одного сервера на другой, нам появляется такая задача, мы можем здесь ее продемонстрировать. Мы, соответственно, через вторую встречную ячейку, которая готова принять нагрузку, мы переносим на изначально фоне на новый сервер. Окей. Дальше контроллер дает команду flip основной ячейки. После этого основная ячейка переключает базу в режим read-only. Все запросы блокируются входящие. Тут мы полагаемся на прозрачную политику retrive, что рано или поздно мы ответим, подождите, пока заняты. Основная ячейка отправляет во вторичную команду синк с идентификатором лога, который последний пришел. Соответственно, чтобы вторая ячейка могла синхронно дождаться, когда этот лог придет по реплика стриму, отправить, когда он придет, соответственно, он переводит свою базу в read-write, отправляет команду flop в контроллер и окей первичной ячейки, которая тоже в свою очередь вправляет flop в контроллер. Это позволяет контроллеру узнать, что все хорошо и оповестить всех остальных клиентов о том, что теперь у нас новый главный ячейка, теперь заданный видеться туда. Опять же, если вдруг контроллер помер, не смог за это время, пока у нас переключение происходило, а происходило оно где-то за несколько сот миллисекунд, не проблема, запросы придут в старую ячейку, он скажет, я теперь не главный, главный туда иди, перенаправит. У нас называется это reconnect. То есть здесь тоже все весьма надежно. Хорошо. Итак, возвращаясь к нашей теме, а зачем же все-таки это нужно, что нам это дает? Ну, прежде всего, как ни странно, намного проще управлять, когда у тебя только одна степень свободы. Хочешь увеличить, шардируй. У тебя нету отдельной базы, отдельных сервисов как-то. Просто вот только в горизонталь. И только одну сущность. Второй момент. Всегда мы точно знаем, куда придет запрос. Переходя за одним и тем же профилем пользователя, за одним и тем же чатом, запрос придет в одну и ту же ячейку, в один и тот же сервис. Если что-то сломалось, пострадает только какое-то очень ограниченное количество пользователей, либо чатов. Если что-то, опять же, сломалось, надо разобраться, что понятно, куда идти. Не надо по всему кластеру бегать. Все в одном месте, локально. База с сервисом максимально близко друг к другу. Они там с сайткаром, база ходит к сервису, поэтому тоже никакого сетевого взаимодействия нет. Ну и если вдруг что-то, вдруг кто-то сломает систему и получит доступ к ячейке теоретически, то так как они физически развязаны, все, что он сможет украсть или посмотреть, это данные в одной ячейке, которая довольно мало относительно всего объема. То есть тоже здесь получаем выгоду. То есть в результате, казалось бы, мы изначально отошли от классической книги, хотя вроде тоже делали по кабанчику. Ну не так, как, наверное, сейчас принято, что ли, да, и более распространено. Ну получили весьма интересный для тебя профит. Тем не менее, возвращаясь обратно к мессенджеру. Да, мы делаем мессенджер когда-то, сегодня у нас уже задача стоит куда шире. По факту мы делаем суперап. И это позволяет нам, с одной стороны, пользователь, не теряя контекста, просматривать файлы. Опять же, делиться какими-то событиями, назначать встречи в календаре. Ну или просто ставить задачи. А по факту сейчас и возможность интегрироваться, да, с любыми системами заказчика. Понятно, что мы, наверное, наша экосистема не покроет на сегодняшний день все возможные хотелки заказчика. Поэтому мы должны быть интегрированы, уметь интегрироваться и должны быть интегрированы с любыми системами, которые есть у заказчика. Это, в общем-то, заставляет нас немножко сегодня по-другому посмотреть на то, как должна вообще вестись архитектура и что такое наше приложение в целом. Поэтому, наверное, в том году у нас был такой большой сдвиг, наверное, ключевой сдвиг, я бы назвал его шаг 0, до того, как приступить к архитектуре, прошли там рационные изменения, как вот прям по закону конвейя, да, то есть как организация создает продукт, который повторяет коммуникации внутри. Сначала нужно было перестроить коммуникации. Достаточно неимоверное количество усилий было затрачено, как мне кажется, на вот эту перестройку, но она удалась. Какие-то еще шероховатости, конечно, остались, они всегда будут, но в целом теперь команды появились модульные, независимые, можно теперь выстраивать архитектуру. Задача архитектуры поменялась. Раньше мы смотрели в сторону нагрузки, там, трафика, отказа устойчивости. Сегодня это никуда не ушло, но это сдвигается, это уже решена проблема для нас. Она на второй план уходит. Сегодня главная задача архитектора это выстроить корректно домены, которые приходят в бизнес-инициативу, корректно расписать и помочь продуктам понять, в какие команды лучше ее положить, как это организовать, выстроить корректно на техническом уровне взаимодействия между командами, через различные API, через шины и тому подобное. То есть видение архитектора здесь сильно меняется. Раньше там про антихрупкость была, тоже здесь можно подходить немножко по-разному, давая продуктовым командам больше свободы в сторону фич быстрее, чтобы они бежали, а корр командам больше в сторону стабильности. Завершая свою плавенную речь, могу сказать, что в чем подтвердилось и выяснилось за это время. Ну, наверное, прежде всего то, что архитектор, архиттура — это всякие компромиссы. Никогда нет единственного правильного решения. И даже если какое-то решение самое популярное, и все его используют, это не значит, что оно идеально подходит для тебя. То есть можно всегда пойти как-то иначе, и это неплохо, это просто по-другому. Важно также, как мы в свое время с базой, уметь отпустить действительно, когда ты вкладываешь какой-то продукт в технологию, 10 лет своей жизни, ну, это действительно тяжело. Я знаю, когда общаешься с ребятами, которые сегодня уже далеко отошли от базы, либо функциональной обязанности, либо в целом направление, когда начинаешь спрашивать про куст, у них всех загораются глаза, они все готовы часами про него говорить, мне кажется, просто потому что они довольно много труда вложили, это довольно круто, сделать свою базу, сделать сложный продукт, но также они уже ее отпустили, они понимают, что продукт должен развиваться, и мы должны все идти вперед, нельзя держаться за старое. Ну и, конечно, как у нас архитектура, не только технологии должны меняться, не только технологии должны отпускать, но и мы, как люди, должны свои роли отпускать. Сегодня мы занимаемся одним и выстраиваем надежность, завтра мы выстраиваем коммуникацию и какие-то стыки прорабатываем между командами, и это нормально. Всем спасибо, я готов ответить на ваши вопросы. Модератор. Ну, знаете, в такой юбке не то, чтобы быстро можно вскочить на сцену. Большое спасибо, Жень. Стоять, стоять, не двигаемся. Ребята, если у кого-то уже появились вопросы, будем им рады. Да, у нас есть вопрос. Спасибо за доклад. У меня вопрос такой, что я правильно понял, что с каждой БД, получается, идет и сервис в ячейке. Да, и получается, в этой БД часть данных, которая всего сервиса, ну, не самого сервиса, которая с ячейкой, а вот системы, да. Вот, и получается, надо хранить реплики на такие ячейки. А не звучит это слишком трудозатратно, что с каждой БД поднимается еще один сервис, просто у сервиса может RPS не расти, а БД заполняться наоборот. И просто звучит это немного затратно, такие ячейки делать. Все правильно, у всей любого решения есть свои, как бы, компромиссы, да. Поэтому, да, тебе нужно где-то в избыточной держать, но, еще раз, простота, в данном случае, простота управления. То есть, по факту, вот сегодня обслуживать нагрузку от миллионов пользователей, мы не видим именно вот эту проблему. То есть, все приходят и говорят, можно теоретически как сделать? Ты можешь поднять реплики на чтение, да. То есть, у нас сейчас запрос приходит в основной мастер-реплику. Протокол и, в принципе, вся система позволяет тебе от одной ячейки, например, поднять реплики, которые просто будут принимать только, ну, запрос на чтение только, не будут на запись. Как бы один мастер будет, несколько там слейпов у каждой ячейки. И таким образом масштабирует, например, там, чтение. Но зачем? То есть, это теоретически можно, на практике не нужно. То есть, и так работает, и так хорошо. То есть, избыточность есть, но, как бы, зато есть простота. И для нас это важнее. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Еще вопросы? Смелее, ребята. Вперед. А можно сейчас микрофон, чтобы просто люди еще… Я думаю, не настолько далеко, чтобы на всю страну услышали. Всем привет. Спасибо за доклад. Меня лезут. Обычно при построении архитектуры, основанной на шардировании, применяется какой-то принцип разделения шардов. Я вот, возможно, прослушал, а, возможно, ты не рассказал об этом. Можешь сказать, как вы это учитывали? Потому что тут часто бывает, люди наступают на ошибку, что они как бы на шарде разбились, а потом как раз пускается нагрузка с большим трафиком, и какие-то проседать начинают, какие-то отдыхать начинают. Ну, как я говорил, да, тяжело заранее понять, какой там… Ну, условно, разбили на чаты, да, но как мы заранее поймем, какой чат будет там горячим, где будут там десятки тысяч человек, а где там будут три человека сидеть, да, невозможно. Тут вот, проводя по аналогии с вишардом, мы, соответственно, идеология в том, что мы заранее разбиваем на много маленьких с избытком. То есть лучше много вот этих как бы шардов сделать, а в каждом мало данных положить. И нагрузку ты балансируешь тем, что сами вот эти ячейки перемещаешь между серверами так, чтобы они сбалансировались. Те же главное нагрузку на сервере сбалансировать, те же не то, что одна ячейка вот горячая. Да, если какая-то ячейка прям, ну, нам не повезло, в одной ячейке прям все самые горячие ячаты мира попали. Ну, да, тогда есть там решардинг. Довольно дорогая операция, но в целом она не криминал, тоже можно сделать. Главное, чтобы часто не делать. Так что вот так. То есть идеология в том, просто на один сервер много-много-много ячейок нагнать, а потом, соответственно, их там балансировать между серверами. Так. Большое спасибо. Ответил на вопрос? Вроде да, кивает, подтверждает. Согласен. Еще вопросы? Ну, коли вопросов нет, могу я себе позволить задать вопрос. Про искусство поговорим, да? Давай просто уже потрензим. Нет, для меня, правда, Женя уникальный совершенно человек, потому что, когда мы действительно познакомились, я уже рассказывала эту романтическую историю, не боюсь этого слова, мы действительно с Женей познакомились в абсолютно других ролях. Ты сейчас меня подставляешь. Да? Да не, не, Айвана. Ничего не было, забыли. Сейчас будет вспышка. Так вот, когда мы познакомились, получилось так, что Женя был, правда, в роли предпринимателя, то есть такой абсолютно креативный, с одной стороны, человек, с другой стороны, очень структурный. Как вообще завела тебя жизнь? Как, возможно, по ячейкам так распределить свои мозги, чтобы в итоге быть и сначала предпринимателем, а потом уйти в архитектуру? Такой твист получился в твоей жизни. У меня скорее наоборот получилось. То есть я уже в IT в целом 15 лет. То есть здесь скорее это было как хобби, не знаю, как хобби проекта, пэт-проджект. У кого-то пэт-проджект, это какой-нибудь, не знаю, свой маленький там IT-шный проект. А у меня в свое время с ребятами решил пойти в немножко другую сторону. Вообще сейчас про что мы говорим? Точно про IT. Да, и в общем-то просто как интерес личный, для разноплановости, разнообразия. Скорее, то есть у меня наоборот было. Когда было IT, я работал, и надо было чем-то занять томные вечера. Почему бы не сделать с ребятами, с друзьями классный, не архитектурный, но зато креативный проект тоже. Ну, в общем, это очень круто, когда можно объединять в себе разные направления. Это абсолютно реально. Посмотрите на Женю. У него получилось, получится и у тебя. Ну что ж, ребят, спасибо большое, Женя. Реально было очень-очень классно. И от себя лично огромное спасибо за ВК Teams, потому что реально обалденный мессенджер для использования команды. Развивайтесь, растите. Вы большие молодцы. Мы верим, что мы делаем лучше и корпоративный мессенджер в стране как минимум. И поверьте, у нас 10 тысяч человек, которые пользуются им, которым встречаемся каждый день, которые вокруг ВК они приходят. И если что-то не работает, что-то не так классно сделано, мы узнаем об этом буквально через минуты. О, да. Это да. Папки. Да, папки. Один из ключевых релизов прошлого года. Ребята, у нас есть отложка. У них есть отложенные сообщения. Вот это просто топ. Мы сейчас перегруппировались, как я говорил. Сейчас побежим, будем удивлять, я думаю, регулярно. Спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.